здравствуйте уважаемые выпускники сегодняшнее занятие по подготовке к централизованному тестированию с вами проведет учитель немецкого языка учреждения образования могилевский государственный областной лице номер 2 жукова виктория витальевна тема нашего занятия какое из предложений синонимично исходному синонимы в немецком языке представляют собой немецкие слова которые имеют сходное значение близкое предметно-логическое содержание также к синонимам могут быть отнесены слова одинаковые по номинативной отнесенности имеющие стилистические отличия слова принадлежащих к одной и той же части речи с близкими лексическими значениями функции синонимии в немецком языке самые различные использование синонимов в речи позволяет обогатить ее выразить мысль используя большое количество схожих слов с различными смысловыми оттенками в данном случае нас интересует синтаксическая синонимия это различные синтаксические конструкции близкие по значению но разные по форме выражения оттенком значения такие задания встречаются в централизованном тестирование в части а в пункте а 15 вы видите на экране и задание звучит какое из данных предложений синонимично исходному сейчас мы с вами рассмотрим вместе пример централизованного тестирования аль с их энден бус айн штик фэнло и смайны ханшуэ когда я садился в автобус я потерял свои перчатки первое предложение и штик энден бус айваль и смайны ханшуэ фэлоран хатса я зашел в автобус потому что я потерял свои перчатки это предложение не подходит второе так как я зашел в автобус я потерял свои перчатки это предложение тоже не подходит третье при посадке в автобус я потерял свои перчатки и так же смотрим нашим исходным предложением аль с их энден бус айн штик фэлор и смайны ханшуэ действие происходило одновременно это сложно подчиненное предложение с помощью союза аль с который употребляется в прошедшем времени при однократном действии и нам синонимично предложение под номером 4 оно будет верным следующий пример Мама дала ребенку шоколадку чтобы он успокоился первое предложение ДАС КИНД БЕРУИХТЕ СИХ НИХТ ОБВОЛЬ ДИ МУТА ИМ ШОКОЛАДЕ ГАБ ребенок не успокоился хотя мама ему дала шоколадку второе предложение УМ ДАС КИНД ВИДА ЗУ БЕРУИГЕН ГАБ ИМ ДИ МУТА ШОКОЛАДЕ чтобы успокоить ребенка мама дала ему шоколадку третье предложение ОНЕ ШОКОЛАДЕ ВОЛЬТЕ СИХ ДАС КИНД НИХТ БЕРУИГЕН БЕЗ ШОКОЛАДКИ РЕБЁНОК НЕ ХОТЕЛ УСПОКАИВАТЬСЯ и четвертое предложение ДАС КИНД БЕРУИХТЕ СИХ ВИДА ДАН БЕКАМ ИС ФОН ДЕ МУТА ШОКОЛАДЕ ребенок снова успокоился и затем он получил от мамы шоколадку в данном случае нашему исходному предложению синонимично предложение под номером 2 Следующий вариант При прочтении своей дипломной работы он нашел много опечаток Первое предложение После того, как он прочитал свою дипломную работу, он нашел много опечаток Это предложение не подходит Второе ВЕРЕНТЕ САНЕ ДИПЛОМАБАТЬ ДУЙХ ЛАС ФАНТЕ РФИЛИ ШКАЙП ФЕЛЯ Пока он прочитал свою дипломную работу, он нашел много опечаток Третье предложение Он нашел много опечаток, поэтому он прочитал свою дипломную работу еще раз И четвертый вариант Он должен был прочитать еще раз свою дипломную работу из-за множества ошибок В данном случае у нас правильный вариант ответа – это предложение под номером 2 Оно будет синонимично исходному Сейчас вы можете выполнить задание самостоятельно Найти какое из данных предложений синонимично исходному В любой момент вы можете остановить видеоурок Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому На экране представлены вашему вниманию ответы на пункты с первого по десятый Проверьте себя, пожалуйста Продолжаем выполнять задание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ответы на экране для самоконтроля с 11 по 22 пункт Проверьте себя, пожалуйста В любой момент вы можете в начало вернуться в серединку, как вам будет удобнее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Желаю вам удачи на централизованном тестировании